здравствуйте мои подписчики и гости моего канала хочу вам показать сегодня орхидейку что может с ней случиться во время неправильного ухода либо залива сейчас я вам все подробно расскажу вот мы покупаем на вид здоровую красивую орхидейку которая должна нас радовать долгое время на подарок или просто для души это например чармер смотрите и мы когда покупаем и конечно смотрим цветочки нравится нам этот цвет или не нравится ну и внешний вид листочки чтобы было побольше чтобы они были крупные мощные красивые но я вам хочу рассказать на что нужно обращать внимание при покупке вашей орхидейки на цветочки конечно это хороший признак нравится вам цвет или нет долго она будет свести там много бутончиков или мало или конец цветения 1 2 цветочка это тоже хороший признак но прежде всего надо смотреть и на листики чтобы они были крепкие красивые без повреждений желательно такие глянцевые переливающие дальше на корешочки это орхидейка давно у меня растет так что ее пересаживать не надо чтобы были воздушные корешки и в горшочке корешочки дальше смотрим на стволик чтобы он был чистый без всяких пятнышек без ничего если увидели какое-то подозрение на пятнышки такую орхидеечку лучше не брать потому что с ней нужно будет много повозиться вот я себе взяла орхидеечку такую что нужно много повозиться вот посмотрите пожалуйста листики у нее вялые видите какие как тряпочка корневая пересохшая то ли долито то не долито но вот радует мне есть молодые корешочки ветер и вот идет молодой корешочек иначе у нее все будет хорошо еще видите при том как я вынула из горшочка ведь этот торфяной стаканчик нужно обязательно убирать сейчас он пересох но если полить эту орхидейку она наберется влаги этот торфяной стаканчик и вот эта корневая шеечка начнет обязательно гнить так как корни пересохшие не будут впитывать как положено воду а корневая шеечка начнет гнить и растение может погибнуть вовсе сейчас вам расскажу что буду делать с таким растением и как его восстановить если не убираем торфяной стаканчик то мы получаем в дальнейшем такую картину смотрите корневая шейка прогнила корни все высохли верхушка отпала так как появилась черная гниль и орхидейка погибла чтобы этого избежать лучше всего раскопать из покупного горшочка орхидейку и убрать этот торфяной стаканчик и тогда ваша орхидейка если нет никаких черных пятнышек на корневой шейке будет жить дальше и радовать вас своими цветения вот в этой орхидейке я убрала торфяной стаканчик и засыпала ее керамзитом посмотрите как ей нравится сколько корешков пошло молоденьких и новые листочки начали расти видите какие все подходит это композиция тоже я вам показываете как она хорошо пошла в рост молодые листочки аж блестящие вот еще один молодой листик весь очень хорошо ей а сейчас вам хочу рассказать как я буду спасать эту орхидейку после того как я убрала торфяной стаканчик ее нужно напоить но напоить и не просто буду поить водой а я представлю ей свой любимый препарат hb101 его много капать не нужно 2 капельки на вот такую полтора литровую баночку достаточно все и ваша орхидейка стимулирует рост и силу своих корней и всех возможностей возобновить все то есть смотри я ставлю ее ровненько и просто этот раствор вливаю по самый верх по корневую шейку выше не нужно ли ты корневая шейка висит в воздухе а те корешочки намокшие так оставлю до утра а утром покажу что получилось а сейчас хочу вам показать свой эксперимент что у меня получилось я решила свои реанимашки наподобие этой орхидейки которые я вам только что снимал держать в высокой вазочке и на дно поставила керамзит и налила на палец ой извините воды и смотрите какие результаты некоторые корешочки проснулись ведь и раскуклились очень даже неплохо некоторые подохнили в следующем видео я буду доставать отсюда своих реанимашек и покажу вам все подробно хотя одно из реанимашек самую 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 нехорошем состоянии я вам покажу сейчас смотрите она стояла вместе со всеми черная сегодня хотела ее ну вытащить с этой колбы и выбросить ну я просмотрела ее полностью вроде бы ничего такого не нашла корни новые не пустила вот грибок появился но когда я оторвал один листочек посмотрите какая она зеленая здесь живучая орхидеечка значит надо ее спасти будем расковыривать вот пупчик зелененький и будем ее спасать если бы я этого не заметила я бы ее выбросил смотрите на что она похожа никуда не годится но она показала признак жизни очень интересный экземпляр но об реанимашках мы после поговорим а именно об этих есть еще многие другие реанимашки каким наращиваю корневую систему смотрите мои видео и все узнаете подробно прошел час и хочу примерно показать вам что получается с этой орхидейка смотрите некоторые корни зеленеют они набираются влаги то есть я думаю она отойдет и будет радовать меня шеечка не черная вроде бы черноты нигде не вижу и значит я ее вовремя купила для того чтобы она продолжила свою жизненную деятельность у те корешочки наверное уже не выживут а который позеленеет будут жить еще и приносить пользу своему растению молодой листочек вот этот один вырос а внутри нет не показался будем наблюдать за ее состоянием сейчас осталью воду оставлю на палец вот так так как корни уже некоторые позеленели и в следующих видео буду ее показывать и рассказывать как эта орхидейка себя будет чувствовать видите какой у нее цветочек непонятно темно-темно чернильный скорее всего но не было живого цветочка я бы хотела увидеть ее красивой цветущей но я решила ее забрать так как она стояла вялая сухая вывалилась из горшочка и я ее пожалела и решила забрать домой и видно она еще будет хорошо себя чувствовать и жить вместе со мной оставлю я ее в системе вот такой какая-то орхидейка у меня растет просто кашпо закрытая система поместила я в горшочек и прикрыла немножко керамзитом не плотно и сверху мох мох у меня из лесу где я беру и какой мох в лесу это в сосновом лесу я брала у меня есть видео посмотрите вот еще одна орхидейка в такой же системе растет и неплохо себя чувствую данный момент она наращивает листочки и корешочки цветонос она уже цвела она была у меня как дерево цветущая это беглиб розового цвета здесь леодорочка красавица всем спасибо за внимание оставайтесь на моем канале будет много очень интересного всем удачи всем пока удачи всем пока